Предлагаю вам один из вариантов приготовления вкусной, полезной, тающей во рту диетической колбасы в домашних условиях, отличная закуска как на каждый день, так и в праздничные дни. Мясо для диетической колбасы также можно измельчать и с помощью мясорубки, но придется перекрутить его 2-3 раза для более интенсивного измельчения. Если вы хотите, чтобы ваша диетическая колбаса приобрела более привлекательный цвет, добавьте в нее 2 столовые ложки свежевыжатого свекольного сока или 1 чайную ложку куркумы. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Нарежьте куриное филе, измельчите его в блендере, добавьте к нему крахмал, паприку, чили, соль и чеснок. 2. Добавьте к мясу со специями яичные белки, перемешайте с помощью блендера. Яичные белки используются для того, чтобы готовая колбаса не разваливалась при нарезке. Влейте сливки, продолжайте перемешивать до получения практически однородной массы. 3. Выложите фарш на середину листа пергаментной бумаги, распределите его по всей длине, накрывая с одной стороны бумагой. 4. Аккуратно, чтобы не порвать пергамент, сформируйте колбасу руками и при необходимости помогая ножом. Если бумага все же порвется, не нужно убирать с нее фарш и начинать все сначала. Просто возьмите еще кусок пергамента и заворачивайте уже поверх порванного. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Далее скатайте валик, завяжите бумагу ниткой с двух концов, скручивая их таким образом, будто заворачиваете конфету. 6. К концу одной из ниток привяжите длинную нитку, чтобы обвязать колбасу и таким образом зафиксировать ее размер. 7. Обмотайте получившийся валик ниткой вдоль и поперек, чтобы во время варки колбаса не потеряла форму. Туго оберните колбасу в рукав для запекания, хорошо завяжите, чтобы при варке внутрь не попала вода. Положите ее в горячую воду и варите по 15-20 минут с каждой стороны, общее время варки около 40 минут. 8. Когда диетическая колбаса сварится, снимите с нее рукав, пергамент с нитками оставьте на месте и оставьте на 40-60 минут. После полного остывания положите колбасу в холодильник на 2-3 часа, чтобы она полностью схватилась и приобрела упругую консистенцию. 9. Достаньте готовую диетическую колбасу и нарежьте. Хранить такую колбасу можно в холодильнике не более 5 дней, пергамент не снимайте, так колбаса не будет заветриваться и подсыхать. Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов Куриное филе 500 грамм Сливки 100 миллилитров По желанию сливки могут быть 10-33 жирности Можно заменить молоком Белкие яичные 2 штуки Чеснок 1 зубчик Соль 1 чайная ложка Паприка молотая 2 щепотки Перец чили молотый 1 щепотка Картофельный крахмал 1 чайная ложка Количество порций 5-6 Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки Всем добра, заходите еще